Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. И в сегодняшнем видео я вам покажу все мои летние топы, джемперы, кардиганы. В общем, все, что у меня связано летнего наверх и крючком, и спицами, и из новенького, и вообще из того, что я сейчас ношу. Я сделала небольшой разбор гардероба, какие-то вещи я отдала, я от них избавилась. Они в хорошем состоянии, потому что вообще часто летняя пряжа очень стойкая, особенно хлопок, мерсеризированный хлопок. Поэтому покажу вам то, что сейчас в моем летнем вязаном гардеробе. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Начну с того, что я связала совсем недавно, и я об этом кратко расскажу, потому что буквально недавно у меня вышло видео с готовыми работами, где я показывала эти два топа. Это вот такие топы. Они связаны по общему принципу. Я вязала без описания, под себя, просто накладывая на свой собственный лиф и подбирая форму. Мне очень нравится оттенок. Это пряжа линия Пьюра от Ланы Гросса. Я все ссылки внизу укажу, там будут и номера. Это пряжа у меня от магазина Пряжа Су. У меня там есть промокод. Девчонки, пользуйтесь, чтобы у вас была скидка. И достаточно экономично. Я опять же подпишу, сколько грамм у меня ушло. Когда буду делать описание, все тщательно подпишу. Мастер-класс делать не смогу, потому что вот интуитивно вязала под себя. Но тут в основном просто столбики с накидами, столбики без накидов. И уже вот здесь я, по сути, экспериментировала. Там были по два накида, по три накида. Ну, чтобы вот это красиво смотрелось. И снизу у меня оформление вот такими треугольничками. Второй топ аналогичный, только связан из другой пряжи. Тоже вот они связаны у меня вместе. Я их начала еще прошлым летом. Все как не могла довязать. Вот этот второй топ. Тут уже 55% мерсеризированный хлопок, 45% вискоза. Пряжа Lampada Fine. Мне очень нравится тем, что она так блестит. И у меня из этой же пряжи я в прошлом году вязала топ спицами. Я вам покажу фотографию, но нигде не могу найти, куда я его подевала. В общем, в прошлом году я носила, который связан спицами. Вот сейчас я связала крючком. Могу сказать, что хотя крючком вязать сложнее, потому что вот эта пряжа расслаивается и цепляется. Но эффект мне больше нравится крючком, потому что этот топ не так мнется. А тот топ спицами, он мнется очень сильно. Его надо прям хранить на плечиках. Ну, а тогда он растянется. Если его сложишь, сразу появляются заломы. Ну и вот он такой более капризный. Хотя полотно из лицевой глади смотрится вообще как будто это шок. Очень красиво. Мне нравится. Классная пряжа, но капризная такая, не для новичков. И кончики я оставляла очень длинные для заправки, потому что пряжа скользкая, чтобы не выскользнула. Вот этот серый для меня вообще универсальный. Я могу носить его с чем угодно. Я вам потом отдельно сниму какие-нибудь летние классные образы. Ну, сейчас просто покажу на себе, а потом сниму побольше образов. Я и зимой его смогу носить как такой шелковый топ под жакеты, под какие-то курточки, рубашки плотные, джинсовые. И, собственно, этот топ тоже. Но этот просто по цвету более универсальный. И вот этот на ощупь такой погрубее. Это понежнее, помягче. Далее покажу, что я вязала еще в прошлом году. Тоже такие летние вещи. Еще, знаете, лето у нас у всех разное. Я живу в Сибири, в Иркутске. У нас далеко не всегда летом жара. Поэтому пряжа условно летняя, но тут будут не только топики, но и пулловеры и джемперочки. Вот этот у меня пулловер беленький. Он совсем не жаркий, связан английской резинкой. Ой, камера, правда, засвечивается. Я вам покажу, опять же, как это выглядит на мне в образе на фотографии. Очень легкий, приятный. Пряжа Сакура от Сиан. Тут у меня записано, ушло у меня 530 грамм. Хотя можно было уложиться и в 500, и даже чуть меньше. Потому что у меня такие рукава с запасом. Немножко вот длинные. И снизу у меня с запасом. Я даже думаю, можно было бы и в 450 грамм уложиться на мой размер спокойно. Какой есть минус у этой пряжи, несмотря на все плюсы. Потому что она приятная к телу. Это хлопочек, если я не ошибаюсь. Но опять же, все ссылки будут. Так что подробный состав вы можете и прочитать. Я рассказываю уже такие личные впечатления, которые вы не прочитаете на этикетке. Я считаю, что это более ценная информация. Из минусов. Тут много волосинок. Много ниточек в пряже. И они не очень хорошо скручены. И иногда это не влияет на то, как ниточки цепляются. А здесь цепляются. И вот я с ребенком точно не могу надеть. Сумки проверяю, с какой сумкой надеваю. Потому что если в сумке есть какие-то острые детали на фурнитуре. Или в украшении, если не гладкие. А, например, с камушком. То, ой, вот вы даже. Смотрите, видите? Не знаю, заметно вам или нет. Я вам покажу вблизи. Сразу появляются зацепочки. Да, конечно, потом можно прийти домой. Крючком подправить. Но это мне очень не нравится. Возможно, если бы вязание было не такое рыхлое. Не английской резинкой. А, допустим, крючком. Или плотненько лицевой гладью. Так сильно бы зацепки не появлялись. Но тут появляются зацепки сильно. И получилось, что, хотя мне очень нравится этот пуловер. Я его редко ношу. И цвет такой марки. И по фактуре чуть что сразу цепляется зацепка. Но, наверное, я все-таки не буду его беречь. Че уж буду носить на повседневку. Но вот это недостаток. Поэтому у меня осталась, кстати, пряжа вот эта сакура. Но немножечко. Я думаю, для эксперимента, чтобы вам рассказать все-таки, как блогер. Я свяжу все-таки крючком дочки что-нибудь небольшое. Может быть, топик какой-то. Ей хватит на топик, чтобы дать вам потом отзыв. Как же в крючке эта пряжа ведет себя. Цепляется так же сильно или нет. Ой, вот это мне вообще так нравится вещь. Необычный джемпер. Я с ним, конечно, намучилась. Он очень кружевной. Я про него снимала видео. Сокращенный мастер-класс. Можете посмотреть. Ой, ну он классный. Здесь в необычной обработке шелк. То есть, несмотря на то, что он совершенно не блестящая нить. Матовая. Такая приятная. И вот летом красота носить. Можно под низ надеть топик в тон или топик бежевый. Или просто с бежевым бельем. Но чтобы это был оттенок белья, совпадало с цветом вашей кожи. Или топичек какой-нибудь коротенький. Я носила с бежевым топом в цвет своей кожи. Ой, мне очень нравится. Можно и просто с бельем. В нем совершенно не жарко. Но при этом закрывается полностью тело от солнца, чтобы не сгореть. За счет материала и за счет того, что он полностью кружевной. Продувается прекрасно. От солнца защищает. И весной можно носить. Ну, вот я летом ношу. Потому что у нас все-таки лето редко бывает, чтобы там 30-40 градусов. Ну, по-разному. Еще лето в этом году всех странное. То холод, то жара. Но вот у нас частенько летом бывает и 20 градусов, и 15. Поэтому для нас это вполне летняя вещь. Не помню, сказала ли я, что это за пряжа. Это Лана Гросса Ленд Ласт. Тоже из магазина Пряжа Су. Тоже ссылочку я оставлю. И на мастер-класс тоже оставлю ссылочку, чтобы вы там посмотрели, какими спицами я вязала. И там также есть этот узор, схема этого узора, если вас заинтересует. Дальше я вам покажу кардиган, который я не так часто ношу. Он мне очень нравится. Но это вот один из моих первых экспериментов был, когда я крючком пыталась связать себе жакет. Пряжа Эджо. Очень красивый цвет. От Сиам. С таким, с небольшим блеском. Пряжа тяжеленькая, толстенькая. Выглядит очень классно. Узор я тут брала из книжки, которую мне прислали на обзор. Пуговицы я покупала во время своей... Ой, нет. Эти я заказывала с Алиэкспресс. Пуговицы. Мне хотелось жемчуга добавить. Мне нравится, что жакет этот держит форму. И плечи держит форму. Хотя тут нет ни подплечников, ничего. Но вот за счет того, что пряжа плотненькая. Конечно, это мой такой первый эксперимент. И вязала я не по описанию. Вязала я, как я обычно это люблю, сама сочиняя и на ходу. Мне нравится результат. Но вот здесь туговато в руках. Я не вижу смысла перевязывать и прям доводить до идеала. Я сделала выводы. Поэтому я его просто доношу. Выглядит нарядно. И такую вещь нарядную я люблю упрощать, когда ношу в повседневной жизни. То есть он выглядит достаточно нарядно. Наоборот, надеть с джинсами, допустим, ну даже с каким-то каблучком. Ну можно и нарядненько сделать. Надеть с юбкой. Тоже покажу вам образ. Но тогда, чтобы все другие вещи были спокойны, даже если они и нарядные. Потому что тут и текстура такая выразительная. Плюс еще вот эти пуговицы. Конечно, технически не идеально покрою вот эту вот часть рукава. Но все равно я этой вещью довольна. Тут у меня перевязывать нет желания. Буду просто на будущее иметь в виду. Следующую вещь даже я вот сомневалась в летних показывать или не показывать. Потому что это жилет. Но он связан все-таки и с хлопка габи. Поэтому я вам покажу. У меня есть вообще видео про вязанные жилеты. И сейчас очень много трикотажа, который выглядит как осенний, зимний. Актуально летом. Вы можете обратить внимание на подиумы, на масс-маркет. Просто эти вещи вяжутся из летней пряжи. Но визуально они похожи на зимние. То есть как будто бы вязаные топики, вязаные купальники, вязаные жилеты. Все это носят летом. Поэтому я все-таки решила вам показать. Вот такой у меня жилет. Я вообще его носила весной с рубашками и с футболками. Покажу вам фотографию, как это все смотрится. Можно было бы и летом попробовать надеть его просто без ничего или с футболочкой. Но вот пока не пришлось. Здесь у меня лицевая гладь. И вот такие вот точечки. цвет мне очень нравится. Ну и вязала опять же без всяких схем. Как видела, как себе представляла. Если я ничего не путаю, то по поводу этого жилета у меня тоже есть видео. Если это так, все ссылки будут под видео. Под этим видео в описании. Ну и топ мой покажу напоследок. На слайденький, которому уже много лет. Я его связала чуть ли не в самом начале своей ютубной карьеры. И он у вас пользуется комплиментами. Вот такой струящийся праздничный топ. из пряжи ярн арт перл. Посмотрите, какая красота. У меня есть еще, было и платье связанное наподобие. Тоже из такой же пряжи, только шоколадного оттенка. Это платье я подарила своей подруге. Но я снимала мастер-класс о том, как вязать это платье. И этот мастер-класс я пока тоже в описании оставлю. По сути, платье я связала точно так же, как этот топ. Только тут снизу я удлинила. Вот, ну, получается, у меня расстояние с гладью вот с резинкой длинная. Я вам покажу тоже фотографию. Поэтому, если вы хотите подобный топ, вы можете его связать по моему мастер-классу. Вяжется очень легко и просто. И от пряжи этой восторги ее не всегда легко достать. Почему-то не везде бывает. Но выглядит очень эффектно. И просто на лето бегать, и даже нарядно зимой можно надевать за счет своего блеска. Выглядит тоже и на празднике можно надевать. И выглядит так роскошно. Немножко вот в стиле Гэтсби. Посмотрите. У-у-у! Прям круто. Ну что, это было все, что я сегодня вам хотела показать. Мой летний гардероб, вязанный на данный момент. Возможно, те, кто на меня давно подписан, заметили, что многих вещей из хлопка, которые раньше у меня были, их уже нет, потому что я их отдала, избавилась от них. У меня все равно идет некоторый поток, обновление вещей. Я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм, и вязальный. Можете меня поддержать, подписаться на мой инстаграм, стилиста, там я бываю чаще, потому что все-таки это моя работа. спасибо вам большое, что были со мной. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok